Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю счастья, добра, всего-всего самого хорошего в этой жизни, чтобы не было ни горести, ни печали, чтобы все было у вас хорошо. Но если что-то и будет, будьте долготерпеливы всегда и во всем. Уповай на Бога, надейтесь на лучшее, ибо на воздаяние, ибо у Бога ничего не бывает тщетным. Меня несколько дней уже одолевают вопросами о Жене Девятьярове, о брате нашем. Что я могу сказать? Я пока ничего. Несколько дней меня пытали. Одна сестра писала, ты же писал. Но я сейчас не буду зачитывать, я хотел даже зачитать. Ну, особенно один мне просто понравился. Я хотел другие-то общего формата, что вот Женя там проповедует. Кто положительно, кто с небольшим настороженностью пишет что-то. Вот. Истра пишет, ты же писал ролики, комментарии под его видео ставил. Ну, или как-то она там писала. Вот. Я и буду писать. Вот. Просто один проповедник даже тоже в Ютубе, ну, сейчас он порвал со мной общение, тоже мне говорил, вот, ты участвуешь в его беззакониях, потому что там вот ты же, типа вот, про землю там плоскую, еще про что-то, про прочие вещи. Ну, я тогда не стал, он сам со мной порвал общение. Уже что, раз человек рвет общение, что я буду там отвечать. Вот. С Женей мы на эту тему общались. И как раз, кстати, после того случая, мы когда с Женей созванивались, там, буквально через некоторое время, я, а вернее, я сам Жене написал. А когда я как раз писал Жене какие-то комментарии под роликами, Женя обычно потом тоже там всегда ставил одобрение, кто знает, этот сердечек там, да, ну, одобрение автора канала такое тоже, ну, тоже тебе нравится, типа не нравится. Хотя, чем он отличается, раньше там было тоже, можно нажать палец, ну, а сейчас сделали такую иконку автора канала, можно нажать, такое сердечко появляется, да. Вот. И как-то после как раз такое совпадение было, что когда мы с этим проповедником, тоже блогером, но он со мной порвал общение, именно из-за того, что я общаюсь и с Женей, в частности, да, и пишу как раз под Жененими роликами хорошие комментарии, я никогда не пишу никаких гадостей, я никогда не ставлю дизлайков, я никогда не выясняю отношений публично с человеком непосредством текстовых там сообщений, комментариев непосредством вот такого видео батла. Других, я говорю, публично не осуждаю, лично я могу что-то сказать, свое мнение, и просто в толпу я могу сказать, как я говорю, я делаю, я такими вещами не занимаюсь, хотя сейчас вы заметили, как раз я, вот вопрос-ответы рубрика, да, но я вам уже много раз показывал, это люди, хоть, конечно, живые стоят за этими аватарками, но их никто не знает, их никто не видит, у них непонятные ники, нет ни фотографий, ни ссылок на сайт, они, по сути, это, можно сказать, искусственный интеллект, это роботы, может, откуда я знаю, кто там за этим человек, может, это грешник вообще, язычник, вот, но пытается меня там вызывать на какие-то вот эти вещи, да. Вот, и по поводу, вот, соответственно, Жени, и, кстати, я тогда Жени сам написал, Женя, а ты, типа, на меня что-то имеешь, потому что так совпало, что тот блогер со мной рвет общение, и Женя как-то перестал одобрять мои комментарии, ну, они проходили, а вот этих лайков не было, не потому что меня опять затычут в тщеславе, что мне, нет, ну, просто то была Женя реакция, то бац, она пропала, я ему аудиосообщение, ВКонтакте мы обычно переписываемся тоже, ну, или в Скайпе, или ВКонтакте чаще, мне кажется, там он как-то удобнее может, и он мне пишет, да нет, говорит, это чистое совпадение, мне, говорит, некогда, стал даже, как бы, немножко извиняться, что я не реагирую, я говорю, да нет, я ничего, тем более Женя семейный человек, я вообще к людям отношусь всегда с пониманием, и как раз сам скорее, скорее что-нибудь придумаю для отмаза человеку, чем буду там ему что-то предъявлять, да, вот, и он мне написал, да нет, нет, это чистое совпадение, это, говорит, так получилось просто, ну, и все, мы немножко попереписывались, а потом он меня сам набирает, даже где-то через несколько дней, через недельку, типа, ну, как бы уделить мне вне, я его, конечно, был очень благодарен, вот, ну, и просто был такой совпадение, так и опять же, кстати, вот тот блогер тоже, когда меня обвинял, что я вот там участвую в Жениных всех этих, может быть, тоже одобряю все эти учения, я, кстати, ну, тогда я ему так, по-моему, или вкратце успел сказать, или уже ничего не стал говорить, потому что он сказал, что не хочет со мной ничего общего иметь, потому что я буду судим вместе с Женей, с подобными ему, и вообще сам буду судим тоже за все свои беззакония, и я как бы, ну, что отвечать человеку, вот, но кто посмотрит, где я писал, какие комментарии, и ставил там лайки Жени, то это то, что мне нравилось, и в основном это где Женя говорит о любви, причем о любви не моей любви к Богу, да, и не любви Бога к нам, как это любит в протестантских сектах вечно, только эти песни запевать. Женя молодец, я его за это, одно за что я его люблю, это надо же говорить за что, что я с хорошего сделал, то-то, то-то, то-то. Вот одно за что мне Женя нравится, что в отличие от многих он хотя бы не стыдится слово любовь, и говорит о любви человека к человеку. Это, может быть, не в каждой проповеди, не часто, особенно я Женин Блох весь практически смотрел от начала, ну, в смысле, смотрел-то я его не так давно смотрю, год, может быть, а канал исследовал достаточно тогда досконально, но все, я не мог посмотреть, действительно, он давно проповедует, вот, и все-то уж не посмотришь, но я тогда много посмотрел, что меня интересовало, по названиям я видел какие-то ролики, вот. И поэтому я, я и Женя потом общались, я помню, я ему говорю, меня, в принципе, пока не интересует тема, какая Земля плоская, шарообразная, квадратная, прямоугольная, четырехугольная. Сейчас вот новая теория, что она бастион, да, то есть мне, в принципе, это неинтересно, я не вижу в этом ни плохого, ничего, ни хорошего, вот. Мне как бы без разницы, я вот стою, она подо мной вообще, даже не просто плоская, вот эта, а вообще плоская, просто прямая. Что там, я не знаю, я знаю, максимум на две-три лопаты я могу выкопать глубину там, ну, поглубже вот яму копал сливную, ну, на метр я могу выкопать. Все. И меня, в принципе, не интересует, что там дальше, если честно. Есть ли там черти, докопаюсь ли я туда до ады, я не знаю. Вот. И, в принципе, что там. Вот на меня солнышко светит, небо голубое сегодня, и я счастлив и радуюсь жизни. Вот и все. Сейчас буду пикировать помидорчики, вот с утра там ответ на вопросы записал ролик, сейчас отвечу по Жене, то, что меня уж одолевают, правда, третий день, четвертый уж, наверное. Вот. И пойду попикирую помидорчики, что мне еще надо, поковыряюсь, лучок сегодня посажу, наверное, чесночок. Но планы большие, конечно, когда все делать будут неизвестно. Еще хочу ролика три-четыре записать. Начинается новый сезон, теплый. Мне один брат пишет, когда даже Луку усмотрел, не Луку, а на Христолюбе выходят ролики мои по Писанию. И брат пишет, типа, когда ты их успеваешь штамповать? Ну, они действительно по два часа и готовились. Помните, как есть такой мультик, мне очень нравится, Кунг-фу Панда, третья серия, где папа, который 102 пельменя съел, и сынок все удивлялся на него, сынок Панда По, а ему папа потом сказал, тебе 102 пельменя, да это была лишь только разминка. И вот я брату отвечаю, говорю, это только разминка была, сейчас сезон начинается, у меня много направлений, будем и писание читать, и с братьями и сестрами я читаю с удовольствием. Кто знает, я всегда уделяю эту времени на беседы Христолюбцев и в свободной форме, и по Писанию, как хотите, я всегда на связи, общаюсь, записываем, выкладываем, светим, служим, и это здорово, да. Вот, и на лайве, и несколько направлений, буду я и на вопросы отвечать, и в свободной форме, и вот, может быть, вот по блогу сейчас хочу записать серию роликов, вот кто занимается, как-то, чтобы немножко разобрался там в программах. Да, разные направления, я люблю и новые эксперименты, все эти, что-то делать. Но на это надо много времени, всем кажется, что все так вот просто, вышел, а что там записал. Это все только кажется так просто. Все это тоже надо выйти, подготовить, сделать, записать, туда-сюда, посмотреть, ролик скачать, смонтировать, выложить, обработать. Это все только кажется людям легко. Вот, четыре часа пролетело. Вот, это только со стороны все просто и легко всегда, когда ты на других смотришь, когда они работают. А самому это все всегда непросто. Ну ладно, это я отвлекся немножко. Вот, и поэтому, кто видел, я хотел тогда там уж не стал, он рвет со мной общение. Я, что я им буду отвечать, ну вот вам сейчас отвечу, да, что, и, может быть, Женя будет смотреть ролик. Вот, и я ему говорил, так а где ты найдешь мои комментарии, где я вот там, когда, когда Женя там о земле говорит. Мне эта тема, я сам смотрю, в принципе, мне нравится Женя на мышление. Я сейчас расскажу, что мне еще в нем нравится, что я влюблю, да. Ну, ты не найдешь, чтобы я там писал комментарии, как ты реагировал, делился этим роликом у себя в социальных сетях или там группах вот этих моих. Нет, как Женя говорит о любви, или что мне близко, или что интересно о церкви, о лжецеркви, да, о лжеучениях. Я это сразу делюсь и в социальных сетях во всех своих, где свои ролики размещаю. Я не стыжусь общения с братьями, сестрами никогда. Более того, люблю даже им помогать, как-то их там продвигать, так скажем, да. То есть, чтобы люди видели, что действительно есть здравые люди-то, вот. И что у нас не два человека на всей земле-то, да. Вот, так что вот так вот. И, ну, тогда с Женей мы определились, в тот момент я вам рассказал, да, тоже интересный случай. И здесь то же самое, сестра сейчас мне пишет, вот ты перестал. Ну, да, но я слушаю Жени на эти ролики, но мне эта тема как-то, я не знаю, что написать. У меня ничего эта проповедь не вызывает. Сейчас вот Женька там про это, чем тем более у него личное откровение. Он сам говорит, что этого нет в Евангелии, да, и вот он как-то свои откровения рассказывает. Ну, и, во-первых, все должна быть выдержкой. Вы знаете, я сам горячий. Вот. И кто видел мои ролики, я тоже делился откровениями, кстати, реально посещениями, когда у меня тогда было. Кто это знает, мне это не так часто было. Ну, я хоть и импульсивный тоже, человек и горячий, но как-то у меня всегда есть такая мысля. Вот даже, вот мне вопросы. Четвертый день мне задают, а я терплю, а я выдержку беру. Очень часто мне братья и сестры задают какие-то вопросы. Бывает просто общение, бывает мне какой-то вопрос именно задают. И я, ну, я мог бы сразу ответить, выпалить, что у меня сразу в голове возникло. И бывает, я беру паузу. День-два, и бывает, вообще не отвечаю. Ну, я, кто уже привык, кто не раз так делал, тому я уже не говорю. А некоторым я предупреждаю, что я тебе отвечу попозже. Может, через пару дней. И я этот вопрос немножко мусолю у себя в голове. Я думаю, потому что я люблю братья и сестры, всех людей, в частности, особо своих. И как-то я просто замечал, что когда ты дашь время какое-то отстояться чему-то, это очень, по крайней мере, для меня, я опять за себя говорю, Мне это очень хорошо. Я могу подумать над этими мыслями несколько дней. Я помню этот вопрос брата. У меня что-то немножко формируется, меняется. Мне так нравится, я так действую. Хотя я тоже очень горячий, достаточно, особенно в личном разговоре. Я, конечно, что я там буду, ты мне задал, скажу, так, брат, иди домой, через три дня приходи. Да нет, конечно, там мы уже общаемся в свободной форме, если живое общение. Ну, скайп можно приравнять к этому. А я имею в виду, если этот вопрос был там в аудио, видео или письменной форме, то тогда я уже говорю, давай тогда этот вопрос и отвечу. Ну, бывает вопрос, понятно, когда свяжемся, а бывает вопрос какого-то такого характера, более какого-то, я говорю, что-то такое важное, высокое, может быть, как это говорят. Да, и я не лечу сразу отвечать. Вот, и поэтому то, что я там не пишу комментарии, это не значит, что у меня отношение. И не делюсь Жениными роликами, как-то не ставлю лайк, соответственно, чтобы он у меня там отображался в папке понравившейся. Это не значит, что у меня как-то изменилось отношение. Ну, мне нечего пока по этим вопросам сказать. Хотя мне, конечно, может быть, есть что, но я какие-то... Если кто видел мои комментарии, в чем они? Да, Брадец, Аминь, Слава. Ну, редко я что-то такое там суперское расписываю. Я помню про Иуды у Жени вышел ролик, но мне тоже захотелось. Особенно блогеры, знают, друг друга могут смотреть, особенно если ты тоже проповедник. Ты тоже можешь этой темой что-то высказать. У меня что-то было желание, а потом думаю, сижу дома на этом кресле, опять эта голова. Думаю, вот бы лето было, я бы еще сказал все в этой форме. Прошло почти два месяца. Я читаю писание, доходит место по Марку до Иуды, вы помните. И я записываю двухчасовой ролик, показываю со всеми местами. И все свои мысли уже в этом ролике выкладываю. Он не такой короткий, мягко скажем. Уже не полчаса в свободной форме, по-моему, был по Иуду. У меня два часа, по-моему, получилось. Или полтора там. И более того, потом по Луки опять доходим, и я еще немножко. У меня получилось два ролика про Иуду. Я сделал статью на Ядекс Зене, причем именно статью я кое-что опять своими словами написал в тот раз. И целый один ролик прикрепил. Сейчас вот когда второй вышел по Луке, второй добавил. И помню, даже специально зашел в Женин ролик, нашел об Иуде через два месяца. И добавил туда свой комментарий со своими ссылками на свои эти два ролика. Женя их пропускает. Я ему за это благодарен. А то бывает всякое. Это говорит об его отношении ко мне. Хотя он мне тоже говорил, что не совсем согласен. Ну и что? Что дальше касается? По поводу, допустим, каких-то конкретных учений. Особенно, когда мы что-то высказываем. Я скажу даже за всех блогеров, как я считаю, это как я считаю, что нужно поступать. А я считаю на основе Евангелия и на учении Иисуса Христа, на его образе, как он сам себя вел. И что он комментировал, что говорил в своей жизни. Если это что-то выходящее за рамки Евангелия, вы можете это вообще не принимать. И опять надо разбираться, важны эти вещи, не важны. Насколько они важны. И по поводу того, что конкретные темы, конкретно меня. Сейчас я не вам какие-то советы даю, а за себя скажу. Я говорю, я не бегу, не тороплюсь сразу вот все записать. По поводу, допустим, возьмем конкретно последние темы. Имя Бога. Ну вот в ролике я постараюсь не забыть, когда сейчас буду выкладывать после монтажа, добавить ссылку. У меня есть ролик, где про древо жизни. У меня разные есть ролики. Но это самое сейчас мне на память приходит тоже из прошлого. Хотите, посмотрите, как я это подаю, о чем я говорю. Но опять же, это не то, что этот ролик никак не связан будет с Женями сейчас видео. Потому что я давно его записывал в другом тоже контексте. Хотел кое-что интересное показать. Что любовь Христа, крест Христов, древо жизни, Бог, любовь. Это если их в столбик собрать, это одни и те же мысли, одни и те же слова. Посмотрите, если кому-то интересен этот ролик. По поводу греческих интерпретаций, еврейских, каких-то вот этих языков или еще что-то. Я, может быть, запишу в будущем. И то не потому, что я в противовес Жене пишу, параллельно с Женей. Да, я же его тоже смотрю. Когда-то коснется этого вопроса. Может, запишу попозже. Сегодня у меня нет желания этого делать, разбирать этот вопрос. Может, для кого-то важно, я понимаю, то, что он слышит, для него как-то меняется. Но это уже тоже знает свою ответственность прекрасно. Может быть, кого-то это смущает, но это не мне же давать отчет. Каждый пусть сам разбирается. Я за свои буду давать отчет. Каждый за свое слово. Не важно, кто ты. Ты можешь быть маленьким, так скажем, членом церкви. Но ты все равно кому-то одному сказал, и будешь нести за это ответственность. Это естественно. Поэтому сегодня я не буду по каким-то конкретным вещам. И теперь скажу. Поэтому свои мысли о конкретных. Я говорю, в принципе, не просите меня, не скидывайте мне ролики. И давайте комментарии на учение человека, как будто мы с Женей общаемся. У меня даже было желание вот до этого ролика, может, позвонить, пообщаться. Потом думать, Женя, семейный человек. Я понимаю, ему некогда. Тоже занимаюсь этими вещами, работает, блоги ведет. Я вот запишу добрый ролик, вот и все. Мне нечего. Выяснять у него мне тоже как бы нечего. Я пока просто смотрю, наблюдаю у Жени откровения. Ну и что, я к этому отношусь свободно. И вот сейчас перехожу к конкретным вещам. Я хочу рассказать, за что я люблю Женю. За что мне нравится он как человек. Как христианин, не просто как человек все-таки, а как принадлежащий к телу церкви, член его, его орган. Причем, возможно, не самые неважные, да, уста. Хотя неважных нет органов в теле. Мы когда Женева смотрели нашу беседу, по-моему, первую еще мы две же записали на канале, по-моему, или три. Тогда же я еще, когда он, наоборот, просил свидетельства, кто хочет рассказать. Я тогда ему звонил, тоже свидетельство рассказывал. А, ну да, вот мы до этого общались с ним по скайпу. Ну, это просто наше личное знакомство было. Я, по-моему, сам, естественно, на него вышел. Я человек маленький, это я на всех выхожу всегда. А потом, когда он объявил этот, что можно позвонить, рассказать, я тогда тоже вкратце о своей жизни немножко рассказал, засвидетельствовал славу Божью, сделал это с удовольствием. Потом, да, ведь у нас, по-моему, у меня-то два ролика на канале, когда мы тоже с ним, по-моему, поговорили по мужеству. Или это все и было, когда я семена их рассказывал. Честно, я уже сам забыл, хотя, вроде, кажется, немного роликов было. Но, в общем-то, у меня много информации, я могу путаться, да. Я тогда, Женя, говорил о пророческом служении, вот этом, когда ты обличаешь лжеучение. И о том, что, конечно же, настоящий пастырь, сопастырь Христовый, мне нравится образ именно собаки. Причем собаки есть разные. Есть, как сказать, регулирующие стадо, больше гоняющие. А есть реально еще в наборе собачек. Есть те, которые еще способны не просто стадо пасти, а действительно воевать с волками. И не пугайтесь это в слову, когда я говорю, что у меня тоже есть зубы, и, казалось бы, мы все овцы Христовы. Эти зубы, это я имею в виду, все духовно. И что ты способен убить волка, хищника, который расхищает. Стадо говорит, убить в смысле словом. У вас есть меч, слово Божье, Павел говорит, я об этом не веду. Что ты будешь, Бог дает власть, настоящим проповедникам, побеждать этих волков. И ты будешь побеждать их словом. Побеждать. Я об этом говорю, что я просто вас убью, волков. И у нас есть зубы. Именно что ты будешь словом. Помните, как Иисус, вы ничего не могли сказать. Помните, как Господь, как со Стефаном, Бог дал ему слово, которому никто не мог противостоять. Они рвались и метались сердцами, как и над Иисусом. Их в бешенство все это приводило. Эти слова прямо употребляются. Бешенство, ярость, злоба. Но помните, что Господь давал уста Стефана, которым никто не мог. Я это называю клыками сапастори Христовых, волкодавов. Которые не просто еще пасут стадо. Это учителя. А есть пророки. Именно пророческое служение. И у него два направления. Да, бывают откровения о будущем. Это раз. А второе, две линейки. Просто почитайте книги пророков и увидите, кто такой пророк. Это обличитель грехов народа общего, не в частности, общего. И лжеучений. Может быть частное обличение, но только по прямому приказу Бога. Кто изучит этот вопрос, кто поймет. Я как все-таки служитель слова. Мне Господь сегодня тоже открывал. Открывает. Естественно, чтобы я пребывал в истине. И тогда мы с Женей, когда кто слушал нашу беседу, то вот эту. Да, по-моему, это все-таки одна у нас была потом. По поводу вот этих я про семинарию рассказывал. И тогда я Жене говорил, а я ему как-то в комментарии написал вот об этом. Петр вообще пророческое служение ветхозаветное. И вроде бы как, ну, заветно вот именно в этом стиле обличения. Он прямо назвал учительством. Назвал, говорит, как у народа было лже-пророки, у вас лже-учителя. В принципе, это роль же учителя. Вот это обличение грехов народа, лже-церквей, лже-тела, тело сатаны. Вот их сборищ сатанинских. Да, это и есть пророческое служение в церкви. Но оно тоже так называется. Я тогда Жене говорил, а Женя обладает этим даром. И это Женина служение, это очевидно. Вот. И я ему сказал, это видно и по дару, и по качествах человека. Человек обладает смелостью, искренностью, открытостью. Я говорю, ну, и вот смелостью или небоязненностью, мужеством. Это все близкие слова. Мужество, смелость, храбрость, небоязненность, какие противоположные. У Жени эти качества есть, он ничего не боится. Я такой же. Я такой был в мире до покаяния по плоти. У меня башки вообще не было в этом плане, в хорошем плане. Я не боялся ни людей, ни зверей, ничего, да, грубо говоря. Не, у меня есть инстинкт. Я могла дернуться там от собаки, от какого-то треска. Вот. Но это инстинкты. А внутреннего, вот здесь, страха, да, которым ты побеждаешь. Вот именно. Одно дело инстинкта, ты в панику впал и зацепенел, покоснуться не можешь. А другое дело, да, у меня выделяется адреналин, конечно же. Меня даже может подтряхивать вот в таких бойнях духовных. Или когда были бойни телесные до покаяния. Да, тебя трясет, но ты владеешь собой и ты побеждаешь, да. Вот. Это понятно, внутри выделяются такие, не будем сейчас о биологии, гормоны там, все эти тестостероны, адреналины. Естественно, это все не о том. Но ты же не цепенеешь, ты же не приходишь в какие-то вещи. Вот. Поэтому тоже не пугайтесь, когда я сравниваю проповедников, обладающих дарами, помимо апостольства, допустим, евангелизации, учительства, еще и даром пророчества. Причем не в смысле, что там пророк, он что-то там о будущем сказал, что грядет голод, да. Нет. А именно обличительное служение. Вот. Это волкодавы. Вот. У кого есть пророческое служение обличителя грехов народа, лжеучений, заблуждений, это волкодавы. Вот. Если образ просто брать, вот этот пастырь. Пастух тоже, извините, с ружьем ходит. Хотя наш Иисус без ружья пометит, я символным языком говорю, да, вы понимаете. Вот. Мы видим, как, естественно, эти зубы. Вот. Или как Павел говорил, это воин, мы воины. Христов царь тоже сидит, но царь всегда был в амуниции, с мечами. Это же тоже все образы. Наш-то царь был без меча, вообще ножичка в руках мы не видели. Это все символный язык, конечно. И мы его воины Христов, у нас тоже есть щит веры, меч духовный, который есть что? Слово Христово. Вот. Или слово живого только Бога, а не то, что там из Писания Ветхого Завета понавырывают стихи. Это может вообще говорил грешник, вырывают и как там это все завертывают и подают вам как Слово Божье. Это не Слово Божье. Это бумажка Ветхого Завета написанная, вы вырвали какое-то вообще событие и подали его в свою интерпретацию. Там нигде Бог не сказал, что это хорошо. Наоборот, зачастую даже сказано, что это плохо, но вы вырвали и втюхнули кому-то, что это типа там Слово какое-то Божье. Вот так вот. И вот эта вот смелость, то есть пророческое служение, в частности, Евгения, я ему прямо говорил, когда мы общались. Мне это, конечно, симпатизирует, импонирует. И вот за эту смелость, за все это. Второе за свободу. Женя абсолютно свободен. Ему никто не читал, как и мне тычет. А кто у нас? У нас кроме головы никого нет, Иисуса Христа. Все. И его заповеди о любви. Ты ее не имеешь права переступить. Она является твоим тормозом. Все. Все остальное, извините, это уж ваше от человека все это какое-то отношение. Почему я должен по этим грехам человеческим вашим что-то там ровнять свою жизнь? Ни в коем случае. Вот. Так что Женя открытый, горячий. Он так сидит. Что мы судим все время всех? Даже хорошо, когда. Ну, надо посмотреть. Женя сам и себе сказал, я не псих. Я не схожу с ума. Он в здравом уме. Он нигде никогда не лежал. Он не рассказывал себе. У меня разные свидетельства. Там люди мне звонят, рассказывают в своей жизни. Кто-то там, у кого-то диагноз есть какой-то. У Жени ничего нет. Так что, все нормально. Женя, если слышишь, привет, дорогой. Что еще сказать? Не знаю. Так я хотел сказать. То есть, по поводу учения мы будем, я говорю, мне там не присылают, никогда особо шлют мне там. Я никогда людей разбирать не буду. Даже их учения как-то, мне надо будет, у меня будет вдохновение. Я конкретный вопрос запишу. Причем я это сделаю, скорее всего, с опозданием. Кратенько я могу дать свою какую-то оценку. Как я делаю, когда мне там протестантские проповеди присылают. Я через силу уже их слушаю и говорю, ну что, потерянный час времени. Все, что еще там скажешь-то? Какая польза? Я сам брату начинаю задавать или сестре вопросы. Ну, ты что-нибудь получила от этой пользы? Что? Ты насытилась? Или ты осталась голодной, а может, еще и затошнила? Что ты получил от этого? Есть какая-то польза? Никакой. Если мне что-то надо будет лично Жене сказать, пока у меня ничего нету в сердце. Подкорректировать или что-то сказать, задать какие-то вопросы. Я говорю, можно было бы записать с ним беседу, я думал, он бы не отказал. Да мне пока нечего, рано делать выводы. Я слушаю, что Женя говорит, какие у него откровения. Почему нет? Господь сказал, будет с нами во все дни до скончания века. Многое, что говорит Женя, мне импонирует. Действительно. В том плане, я имею в виду каких-то вещей, которых... Когда он там говорит про это, то, что неважно сколько, 400 лет назад была война, нет. А вот знаете, моменты, что действительно нету кладбищ древних каких-то. Где они все-то? Это правда поразительно. Ты сначала не придаешь этому значения, начаешь задумываться и проверять. А правда, да, вот сходи. В Воронежу 400 лет, а где кладбище больше 200 лет? Странно. На всех табличках все время там максимум 1800 кит-года. А где 700, а где 600, а где 500? Ну хорошо, это Воронежу как городу 400 лет. А до этого здесь жили люди. Просто разрасталось, что это стал как бы город. Ну Воронеж-то когда, это город, а до этого он был пустилом кем-то, а еще до этого был. Здесь люди везде жили. Где это все? Уж зубилом-то вот именно как говорят, хоть камень все равно умели обрабатывать. Лучше ссылаться на то, что просто деревянные кресты вставляли, а потом они разваливались. Да ладно, вон камень всю жизнь. Были богатые, где богатые гробницы? Что богатых не было, всю жизнь были богатые. Одни над другими господствовали и доили рабов. Всю жизнь это было. Где богатые гробницы? Уж они-то могли себе заказать из камня там. Где это все? Очень странно. Вот. Мне сейчас не хочу все это. Я говорю, ролик нет. Хочу сделать такой значок, где я, Женя. Что мне сказать-то? Да неважно, вы знаете, если даже человек, я говорю, мы все время судим. Ты можешь чем-то помочь? Вот у меня есть с Женей связь. Он мне ответит, я знаю, по крайней мере первый раз. Мне ему пока нечего. Я не считаю, что он в какие-то там суперзаблуждения идет. По имени богу, по всем этим языкам, греческий, еврейский, я может выскажусь, но попозже. Либо по ходу писания где-то, я говорю, на христолюбии я читаю. Либо, может, запишу попозже. Может быть, за компьютером, да, чтобы какие-то вещи показать. Кто-то смущается, если там, я не знаю. Ну, Женя всегда мог закрутить очень серьезно, безбоязненно. Ну, побудьте проще. Каждый будет давать отчет за себя. Ты смотри, что у тебя в сердце. Ну, откликается, ты хочешь не хочешь, принимай этого. Потому что это бог тебе говорит в сердце. Ты будь истинен сам собой, искренне. А нет, спокойно, что ты переживаешь? Так что, ну, так вот, что еще сказать-то? Да все, наверное, хватит, полчаса поговорил. Короче, вот так вот. Там разные вопросы были про Женю, как бы, может быть, были в мелочах каких-то, да, там, слушать, не слушать. Я говорю, вы же видите, единственный критерий жизни в человеке, за что ты будешь судим, это вот за свое сердце. Там у тебя живет бог. Ты должен поступать так, как тебе бог говорит. То, что здесь у нас есть великолепное время, великолепная возможность, по крайней мере, не будем там о прошлом усолить, которого мы не знаем, две тысячи лет христианства было. Нет, но сейчас мы живем, и в благодатное время у нас есть Евангелие, пусть в искаженных немножко синодальных переводах. Но я никогда не откину даже тот же синодальный перевод, потому что я сам от него покаялся и пережил реального Бога. Я чувствовал Иисуса, Бог меня исповедовал тогда, омыл меня, родил, дальше повел. И все это благодаря синодальному переводу. Значит, я понимаю, что истина-то, она хоть там и есть много искажений, но она там. Я же от этого Иисуса, который уйдет, покаялся. От пришедшего на землю, благотворящего, любящего, распявшегося, показав свою абсолютную любовь, открыв нам имя Бога, настоящее имя Бога, это любовь. Воскресшего, показавшего настоящую природу Бога, это вечная жизнь. Придя на землю, показал, что он абсолютно кроток и смирен сердцем, сняв с себя божественное естество, явившись нам себя. И вознесшись, открыв свою природу, наша природа, это свобода. Все. Вот оно, настоящее имя Бога. Вот чему мы должны. И все это я увидел в этом Евангелии, в синодальном переводе. Конечно же, через личное откровение, ты все это все равно. И я это увидел. Вы знаете, я проповедую Бога, который есть свет, и в котором нет ни капли тьмы, когда меня тычут за всеобщее покаяние, за абсолютную любовь к Божию. Да это не я сказал, это и сказали его ученики. И я это вижу во Христе, который висит на кресте. Я вижу, что Бог абсолютная любовь. Абсолютная и совершенная. Все. А потому заповедь ее одна. Любить друг друга. И новизна ее, новая заповедь ее в том, чтобы мы любили друг друга. Не как мы хотим. Не как мы в Ветхих Заветах какие-то пророки, праведники там, которые в таких грехах порой утопали, любили. Не как даже апостолы, тоже погрешая. Хотя там тоже стремились к совершенству. А как Иисус. Иисус сказал, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. А он нас любил, умывая ноги. А он благотворил и добрым, и злым, и неблагодарным. И он любил врагов и делом, и словом, и пожеланием, то есть молитвой. Все мои контакты у вас на экране. Пишите, звоните, добавляйтесь, друзья. Я всем всегда рад. Все мои канальчики, адреса тоже у вас на экране. Все, всегда есть полезные ссылки в описании. Мои контакты, полезные ссылки. Подписывайтесь на мои канальчики. Смотрите ролики, какие вам интересны. Ставьте лайк, если ролик понравился. Кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. И поделитесь им обязательно со всеми, кто алчатый жаждет истины и евангельской, христовой правды. Я вас всех крепко-крепко обнимаю. И нежно-нежно целую. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Думали все? Отделались? Нет. Я кое-что не досказал. Хочу еще кое-что все-таки сказать. Ну, вы помните, что в Каринской церкви Павел говорил, что должны быть, а хорошо ставить ударение на первый слог, должно между вами быть разногласием. Почему? Потому что у нас всех есть мозги. Вот. Поэтому мы должны истину познать. В одном быть, Павел пишал, единодушны, единомыслны. На какие вещи? Что Бог есть любовь, что Бог есть радость, мир, кротость, смирение, упование. Вот это да. Это церковь Христова. Это тело, это его учение. Все живущие по этому учению являются его членами. Поэтому, а когда мы на какие-то внешние вещи смотрим, мироздания познаем, которые, в принципе, всего лишь, как я всем говорю, хотите фантазии, если у вас это слово как-то грубым кажется, мысли божьи, все вокруг. Бог как думает, так и происходит. Он не напрягается, не надувается, ему не тяжело что-то в этом мире делать. Об этом я много раз говорил тоже на своих каналах. Поэтому, кому интересно, тот посмотрит эти ролики. У меня есть плейлист Бог, Иисус Христос, Вечность, Бытие. Там есть ролики вот на подобные темы. Кому интересно, в принципе, у них достаточно. И что я хотел, это я так кратенько получилось у меня. Не так часто получается, на минутку ложились. А еще одну мысль я хотел сказать. Думаю, да ладно, перекинул, уж пошел монтировать. Ну, весь мой монтаж, я ничего не режу. Я никогда не нарезаю, я там не склеиваю ничего. Я как говорю в живом режиме, да и так и говорю. Вот и все. Какие-то там недочеты, мне это вообще не важно. Я могу постоять, помычать и подумать, что говорить. Да, вы все это видите. И самый важный какой, я еще тогда хотел как-то сказать, тоже, когда мне писали. Женя говорит, во-первых, он 20 лет христианин, постарше меня. Я сейчас за себя и за него говорю, мое отношение, да. И постарше меня и возраст, и христианин. И пока он раньше намного, да, как он говорит, 20 лет назад христианин. Я вот восьмой год покаялся, второй год проповедую, третий год пошел как проповедую. Я вот сейчас пока как раз пошел, и раз об этом вспомнил, думаю, пока скидывался этот первый файл, который я доклею вам. Вот вторую еще мысли выскажут вот эту. Но в один ролик соберу, конечно, чтобы просто не распространяться там, не кучу роликов писать. Я специально думаю, долистаю даже, но я помню, я Женя канал весь от начала там, я говорю, долистал тоже и смотрел. А вот сейчас опять пошел, посмотрел. Первый ролик у него 22 августа 2010 года. Сейчас. Какой сегодня? Ну, короче, какой-то апреля, 29-й сегодня, апреля 2018 года. Восемь лет назад практически. И то это там почему-то написано отрывок в скобочках, то есть знамени будут сопровождать тех, кто верит. В скобочках отрывок. И вот это первый ролик. Может, до этого какие-то были, там Женя их подудалил. Мы иногда, конечно же, что-то удаляем, это нормально. Вот. И потом дальше пошли. 409 просмотров, 3 лайка, 7 лет назад. И вы знаете, когда меня тогда тоже спрашивают, и самому, когда у меня дурацкая мысль в сердце закрадывалась, что мы, ой, что-то правда Женя там что-то говорит, или кто-то другой. Я-то вот Новый Завет читаю на христолюбе. Хотя это я зимой сижу читал, и то это только второй год был. Летом я тоже говорил, вот такие свободные проповеди. Разных тем тоже бывает касаюсь. Вот. Я, конечно, стараюсь не лезть пока там не в политику. Хотя я не знаю, какой я буду завтра. И вот мы вечно судим человека. Поймите, мы судим не по Евангелию, где есть краткие вещи, вот эти вот понятные, там, истина, любовь. А вот мы судим все время по плоти. Какой человек, как он улыбается, как он ужимается, как он выглядит. Это жуть, это абсолютно неверно. Человека надо любить. Посмотрите, какой мир Господь создал прекрасный. Посмотрите, в море есть передачи, какие-то там бывают уродливые, эти всякие, какие-то непонятные рыбы, там, осьминоги. Просто без слез не взглянешь, думаешь, как тебе Господь с тобой посмеялся, да. Вот, мы все разные. Любить надо человека. Я говорю, смотрю, меня тоже разные люди окружают, братья, сестры. Надо их любить такими. Да что ж ты гнишь? Какой лось завелся. Моих котяшечек гоняет. Где тебе? Приходится защищать. Они же маленькие, все-таки им годик, а эти лошади. Что-то он весь день их одолевает. Вот, так что, и я тогда, когда мне такая мысль дурацкая в голову закрадывается, когда я кого-то сужу, и сейчас даже не только Женю, а других проповедую, думаю, ну что он, чего он говорит, надо ему это. Да нет, вы знаете, у меня тоже, вот вы видите, разные, я могу высказаться там о ситуации там с телеграммой, что еще дальше будет, одному Богу известно. Вот, сейчас о Жене говорю, да. Вот. То есть, и я тогда, когда мне эта мысль закрадывалась, я подумал, господи, а я-то что буду делать через 8 лет? Вы думаете, я вот Новый Зайд прочитал, мне надо было передохнуть. Вот прошел месяц, потому что то, что вот вы сегодня на Евангелии, на Христолюбе последний ролик по Луке вышел, вот сейчас в 10 часов, сейчас у меня уже 11 час назад, все, вот я зачитал Новый Зайд. Когда я зачитал, я уже Луку, знаете, читал с таким трудом тоже, ну уже все, уже там я столько, тем более, кто знает, как я другие Евангелия читал, когда я все параллельные места уже показывал, об одном и том же уже говорил, и в принципе, Евангелие, это просто 4 разные авторы, одни и те же события рассказаны, а я еще все всегда пытаюсь совместить, дополнить. Я уже даже надо себе выдавливал, надо передохнуть. Вот я отдохнул, вы просто смотрите, они, я их, когда особенно мне хорошо, по здоровью более-менее, мне хорошо-то не бывает, мне бывает плохо и терпимо, да. Вот сейчас терпимо, даже я это называю очень хорошо, хотя бы у меня не совсем разрывает голову, да. Нету сильной слабости, а так, вот. И я отдохнул, я уже жажду, жажду, вот я просто хочу ноутбук, чтобы все опять это качественно читать, там были пересылки и плюс вот записывать на природе, чтобы вы немножко тоже от этой говорящей головы на белом фоне тоже отдохнули. Вот. Я уже, конечно, жажду, жду, жду и Ветхий Завет параллельный, и опять Новый Завет пойти, уже поменьше посмаковать какие-то вещи, соломинки поразбирать. Мы с бревном разобрались, с Крестом Господним, не обижайтесь на это слово бревно, это так и есть, это было обычное бревно, мы даже не знаем, как оно выглядело, так, так. Это привязывали вообще порой к столбам, я просто изучал этот вопрос, реально к бревну, вот. Сосед мой. Сосед пришел, отвлек меня, ну, короче, дело в том, что вот когда ты проповедуешь, сколько лет, это тоже все кажется, я говорю, я, конечно, надеюсь, что Господь никогда это не отнимет, и я с радостью буду, я сам, восьмой год, я все время, конечно, и я с радостью это буду делать, тем более, знаете, это даже мотив от себя, можешь узнать, почему я и призываю проповедовать, там, канал, может, какая-то мотивация, ты еще кому-то это делаешь, что самого себя назидать, да? Ну, это и сам себя должен назидать, да? Вот, ну, и действительно, вот, когда ты читаешь непрестанно, это здорово, вот, так что вот так вот, поэтому мы судим, вы знаете, через 10 лет я, может, тоже, я круглой, плоской, квадратной земле поговорю, и о чем-то еще, и сейчас я, в принципе, буду активироваться, я говорю, вот, я буду какие-то вопросы затрагивать, там, может быть, телеграмма, вот, мне интересная тема, я записал ролик, проще вещь, которая связана, конечно, с христианством, ну, а там, кто знает, разные бывают вещи, так что вот мы судим вечно другого, надо быть с этим все-таки поосторожнее, мягко скажем, да? Я, особенно, когда по себе, и не просто даже свое просто мнение какое-то, да? Что вот, мол, это вот так вот, вот так вот, а вот я бы так, я бы проповедовал так, я бы вот там о любви говорил, да ты попробуй попроповедовать несколько лет, и ты узнаешь, будешь ты через три года о Евангелии говорить, или тебя понесет куда-то. Я говорю, я вот с радостью сейчас и Ветхий Завет буду читать, да? Какое-то разнообразие, и все, да? Посмотри на публику-то, девица моя. Ну, все, вот так я хотел сказать, то есть, никого не судите со своей колокольни. Максимум можем сравнить человек с Евангелием и то, если твой брат, сестра во Христе, да, ты что-то можешь там высказать, сказать, вот, что-то, только надо что-то правильное говорить, да? А не так, от своей колокольни, вот, мне там это кажется, что это грех. Ты задумайся, это вообще грех или нет. Мы же общаемся в жизни на разные темы, у нас разные вещи в жизни интересуют. Тем более, это вообще плохо, личный человек, он может все, что хочет, там, говорить про поведение, и о своей личной жизни, и о строительстве, о каком-то, вот, что-то касается. Это же нормально. А мы все время все, вот, придумали какую-то святость, да, что надо в пещере сидеть, как какой-нибудь, да, ничего, все начать, вот, какой-нибудь монах, и только Иисусову молитву целыми днями бубнить. Вот, это тоже все придуманная святость. Надо жить живой жизнью, это очень важно. Все, это последнее, я с вами прощаюсь. Будьте благословенны. Продолжение следует...